Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, из года в год во время богослужений, во время особенно божественной литургии, мы перечитываем одни и те же отрывки из Евангелия, напоминая сами себе о вещах наиважнейших, о заповедях Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Очень важно, читая Евангелие, слушая Евангелие в храме, не ограничиваться этим. Мы только что прочитали и даже которые только что были нам объяснены. Потому что мы в разные моменты нашей жизни бываем разные. Вот один пожилой батюшка, трактуя притчу о сеятеле и семене, он такую мысль однажды сказал, что душа наша в разные моменты бывает разной. То это хорошее поле, на которое сеется Слово Божие, то это поле, то это каменистая земля. И мы не знаем, когда, в какой момент то, что мы сеем, взойдет там, где мы сеем. Очень важно тоже смотреть те отрывки, которые из Священного Писания мы читаем, смотреть в определенном контексте. Потому что все слова Господа нашего, они были кому-то сказаны. Иногда сказаны по какой-то конкретной причине. Иногда эта причина остается за скобками того небольшого короткого текста, который мы с вами читаем во время Божественной Литургии. Вот перед сегодняшним как раз отрывком из Священного Писания он предваряется такими словами. Петр приступил к нему и сказал, Господи, сколько раз прощать брату моему согрешающему против меня? До семи ли раз? И Иисус говорит ему, не говорю тебе до семи, но до седмижды семидесяти раз. И дальше мы слышим ту притчу о Царстве Небесном, которую Господь говорит как бы в ответ на эти слова, на этот диалог. Поэтому Царство Небесное подобно Царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был 10 тысяч талантов, то есть мер серебра. А как он не имел чем заплатить, то Государь его приказал продать его, и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал и, кланясь ему, говорил, Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу. Государь, умилосердившись над рабом, отпустил его и долг простил ему. Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев, и, схватив его, душил, говоря, отдай мне, что должен. Тогда товарищ упал к ногам, его умолял, и выговорил, потерпи на мне, и все, отдам тебе. Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи, увидев происшедшее, очень огорчились и, придя, рассказали государству все бывшее. Тогда государь его призывает, и выговорит, злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя. И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешение его. Мы видим, что эта притча о Царстве Небесном, она прежде всего говорит о бесконечном Божьем милосердии. В поучениях преподобного Серафима Саровского есть такие замечательные слова. Не называй Бога справедливым. Не называй. Потому что Господь несправедлив по отношению к нам, которые Его каждый день распинают. Он милосердный, Он милостивый. Бог есть любовь, но Он несправедливый по отношению к нам. И вот эта притча сегодняшняя, она говорит о том, что действительно, каждый раз, когда разные бывают жизненные ситуации вокруг нас, и вот эта дивная добродетель прощения, она должна преследовать нас всю нашу жизнь. Потому что есть другая страсть, пометозлобия, которая преследует нас иногда быстрее. И мы должны опередить ее. Потому что ничто так не разрушает нашу и внутреннее состояние души, и внешнее иногда ничто так не разрушает человека, как пометозлобия. Когда мы вспомнили какие-то обиды, которые были нанесены, а иногда даже они не были нанесены, а просто нам так показалось. Такое тоже бывает. И вот мы находимся в этом своем, в этой своей обиде, закосневаем иногда в ней. Иногда это может продолжаться годами, десятилетиями. Да что говорить, страсть имеет такую силу, что, посмотрите, наверное, каждый второй фильм, который вот такой сильный, создан как бы разными режиссерами, театра, кино, помимо, так сказать, одни про любовь, а половина про то, как кто-то кому-то мстит. Сейчас первое, что приходит на ум, это, так сказать, книга, да, известная, «Граф Монте-Кристо». Весь вот этот вот толстый, как бы, роман, на даче, на полке стоит где-то, человек осознанно, сознательно мстит тем людям, которые когда-то ему сделали больно. И это мщение, он, так сказать, становится смыслом его жизни. И можно продолжать, как бы, вот это количество произведений, написанных на эту тему, настолько вот эта страсть, она, как бы, такая сильная. Мы говорим о каких-то крайних проявлениях, но в обыденной жизни бывает все гораздо более прозаичнее. Мы становимся немирными, неуживчивыми, немолитвенными. Появляются люди, от которых мы шарахаемся, с которыми мы не хотим общаться, за которых мы перестаем молиться, которых мы не впускаем в свое духовное пространство. А Господь говорит, нет, так быть не должно. Давайте вместе молиться, понимая, что каждый из нас предстоит перед лицом Божиим. И прежде всего подумаем о своем внутреннем состоянии, потому что если мы прощаем, если мы ни на кого ничего не имеем, то Господь дает нам то самое важное, что необходимо для основания всей нашей жизни. Он дает свой мир. Помните, как Он в Евангелии нам завещал, мир мой даю вам, не как мир дает, не как вот это окружающий вас мир дает, я даю вам мир, который никто от вас не отнимет. Но чтобы быть готовыми этот мир принять, нужно очень много потрудиться. И именно ради этого мы с утра встаем, иногда даже уставшие, идем в храм Божий, читаем Слово Божие, молитвы какие-то, так сказать, вот снова и снова себя понуждаем на доброделание. Потому что мы верим, что Господь, опять же, как говорил преподобный Серафим Саровский в своих поучениях, нужно верить в Бога, что Он есть и взыскающим Его мздо воздоятель бывает. То есть Господь есть, и тем, кто Его ищет, Он по-разному, каждому по-своему открывается. Аминь. Всех вас поздравляю с праздником, с воскресным днем. Сегодня вечером у нас в 5 часов будет совершено вечернее богослужение с Акафистом Федоровской Божьей Матери. На предстоящей седмице, во вторник, в день начала Успенского поста, праздник изнесения честных древ животворящего Креста Господня. Этот праздник пришел к нам издалека Византии, когда в средние века, вот в самый разгар лета, из-за опасения эпидемии, которые во множество возникали тогда, благочестивые люди выносили на улицы города Константинополя частицы древа животворящего Креста Господня, обходили с крестным ходом весь город, молились о своей столице. Также и мы в этот день выносим на середину храма крест, молимся и в конце Божественной Литургии совершаем водосвятный молебен. Утреннее богослужение в этот день начнется в 8 часов утра. Также в пятницу в 8 часов утра начало утреннего богослужения, утренняя Божественная Литургия, и вечером в 5 часов вечернее богослужение в пятницу, чтением Акафиста Владимирской иконей Божьей Матери. В субботу утром по обыкновению служба начнется без 29 чтением часов, Божественная Литургия и Панихида по обыкновению субботнего дня. И в субботу вечером все ночные в день под следующий воскресный день, который в этом году, как мы с вами знаем, совпадает с Великим Двундесятым праздником Преображения Господня. Всех вас с праздником, причастников с принятием Святых Христовых Тайн, пусть они послужат вам в укреплении ваших душ и тел. Выслушаем благодарственные молитвы после принятия Святых Христовых Тайн. Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже! 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 Продолжение следует...